не бесконечно. А как так получилось, что власть не подготовила себе никакого приемника? И вообще каких-либо ходов для смены, например, лиц, да, там нет вообще? Ну, погодите пока, погодите. А сколько же? В 18 лет, погождаю. Нет, до 24-го года можно сидеть. Нет, я не только про первые лица, я имею в виду, в том числе и про свиту, они же ратируют одних и тех же людей. 30 лет одни и те же люди. Ну, если вы их спросите, они скажут, что это совершенно не так, что у них наоборот... Я вас спрашиваю. Что у них... Ну, я как бы всегда стараюсь смотреть на ситуацию с разных точек зрения, и как это у Честертона, да, сделать такое выражение лица, как у преступника, и потом подождите, какие мысли придут к вам в голову. Я знаю примерно, что там в головах, поэтому я представляю, как картина выглядит оттуда. Там же стоят информационные пузыри, понимаете? Поэтому для них картина мира совершенно может быть другой для тех, кто находится внутри машины власти. Так вот, они вам скажут, что у нас могучая ротация и обновление. У нас молодые губернаторы, прекрасные наши ненаглядные технократы. У нас конкурс «Лидеры России», в котором там 200 тысяч человек записалось, и что-то там прошло, и даже кого-то назначили заместителем министра. У нас, значит, вот обучение будущих губернаторов Варанхикс, плавания на байдарках и прочее. Значит, как это для протокола... Я в этом не участвую. Академия велика, в ней много есть всяких подразделений, и никакого отношения к этим всем тренингам и тимбилдингам и прочим не имеем. Значит, у нас госсовет в новом формате, круглые столы, все без галстуков, KPI, флипчарты и вообще чего только нет. В общем, мы обновляемся просто like this, no tomorrow, а вам все мало. Значит, ну, что я могу сказать? На это с точки зрения теперь объективной реальности. Теперь вернемся на позицию объективной реальности. Вообще, гражданские и государственные служащие у нас имеют средний возраст 39 лет. Это соответствует среднему возрасту по популяции. То есть сказать, что там какие-то старцы у нас засели, мы не можем. Но дальше, чем выше мы поднимаемся, тем у нас средний возраст, конечно, возрастает. Значит, администрация президента старше, чем Государственная Дума. Правительство чуть моложе, чем администрация президента. Средний возраст члена Совета Безопасности 64. Там, конечно, все довольно глухо в этом смысле, в смысле обновлений. Ну, вам на это скажут, что это естественно, потому что люди продвигаются с возрастом по иерархической лестнице. Для того, чтобы дожить до какой-то важной должности, надо, в общем, уже успеть более или менее состариться так, что в этом, может быть, нет ничего замысла. Но... Но здесь, мне кажется, значительный нюанс в том, что они, на самом деле, все очень молодыми начали. Именно поэтому нам кажется, ой, это еще терпимо, на 65 лет поднимались по иерархии. Нет, 60,4. Хорошо, так или иначе. Все равно это все те же самые люди, которые были и управили Россией 20 лет назад. Просто они начали молодыми. Есть такое дело. Более того, я вам скажу, у нас вообще вязкость, так сказать, социальной среды совершенно выдающаяся. И в политической сфере, и в культурной. Те люди, которые, например, к концу советской власти были частью властующей элиты, во многом сохранились. И многое передали по наследству. То, что, наверное, правят члены КПСС, это все уже... Об этом зрителям его кажется. Да, это все уже догадались. Те, кому было 40 в 91-м году, вот эти вот нынешние, это как раз, так сказать, 60-летние плюсы, они, вот кто попал, тот уже и сидит. Значит, в публичной сфере те люди, которые мозолят глаза публике 25 лет, продолжают мозолить их, пока смерть их не разлучит. В этом смысле у нас не в том проблема, что у нас какие-то старцы окопались. У нас проблема в том, что у нас вообще страшно низкоконкурентная среда. И это везде. Мы себя воспринимаем, как такой социум, понимаете, или полной нестабильности, в котором все так быстро меняется, все такое внезапное. По-моему, наоборот, путинская стабильность. Мы до сих пор себя так и воспринимаем. А на самом деле у нас действительно кто попал, тот на этом месте и сидит, как у Гоголя. Скорее место затрещит и прогнется по ним, но он с него не слезет. В этом у нас с вами проблема. Да, это не проблема, это была сознательная политика власти на протяжении всех 20 путинских лет. Ну, это не сознательная политика, это инстинкт самосохранения. Политику это не темно. Еще раз вам скажу, если вы спросите, какова их сознательная политика, они скажут, что мы выращиваем в следующее поколение тех, которые примут после нас эти самые бразды, и при этом будут разделять наши ценности, идеалы и продолжить наши дела. Они не взрослили конкурентоспособную себе смену. Даже имеется. Потому что ее нельзя взрастить, не надо ее взращивать. Для этого надо, собственно говоря, создать условия. Для этого надо освободить политическое пространство от административных и полицейских ограничений. После этого ваша смена и замена вырастет сама собой, тут не надо никого выращивать. Но это же, понимаете ли, невозможно, потому что у нас ценности безопасности и сохранения по Инглхарту превалируют над ценностями самовыражения и прогресса. А вот как раз в связи с этим они поздно ли вообще проводить какую-либо либерализацию законодательства митингов?